Раньше телевизор объединял людей. Перед ним собирались всей семьей, чтобы посмотреть кино, передачу или новости. С появлением интернета его популярность заметно упала. Люди больше не хотят потреблять информацию сплошным потоком. Ведь сейчас можно в своем гаджете найти то, что действительно интересно. Мобильные игры, ролики на ютубе и короткие видео в тиктоке. Вот что сейчас в тренде у так называемого поколения Z. И даже просмотр мультфильмов у них не обходится без гаджетов. Старшее поколение считает, что в этом есть свои плюсы, так как по телевизору сейчас сплошной негатив. Я вам просто представляю, девочки смотрят. Получается, что если смотреть наше телевидение постоянно, что семейных ценностей у нас вообще в России не осталось. У нас надо обязательно иметь любовников, любовницы. Деньги у нас зарабатываются исключительно половыми органами. Если ты вовремя не применил, то ты, в общем, знаешь, бедная девочка. Материнство-то вообще растоптано конкретно. То есть вот эти вещи мне крайне не нравятся. С этим надо что-то делать. Также Елена считает, что некоторые шоу приводят к неправильному представлению о людях из периферии. Герои их, егошние, это вообще кошмар, конечно. Вот давайте вот посмотрим, что передача. Такое чувство, что у нас вот в деревнях, я вообще чисто городской человек, я в деревнях вообще не бываю. Вот у меня поэтому складывается такое ощущение, что в деревнях вот только такая деградация населения происходит. То есть нормальных людей на деревнях уже там не осталось. Вот только там все алкоголики, все, ну так тоже как-то нельзя. Несмотря на то, что уставших от плохих новостей много, все же скандальные темы остаются одними из самых обсуждаемых. И на это есть свои причины. Эмоция, так сказать, некая упаковка товара, чтобы донести о чем-то нужно на скандале, на эмоции, на крики где-то. Опять же, чтобы докричаться. Сейчас главное докричаться, к сожалению. Но это реально, тренд такой. Да, поэтому это можно осуждать. Но кто-то все равно телевидение имеет своих сторонников, свою аудиторию. И эта аудитория сохраняется, это очень важно. Ну просто такая упаковка сейчас, такое время. Мы этими-то и живем эмоциональным состоянием. То есть мы, благодаря им, мы, так сказать, проявляемся. И мы можем испытывать эмоциональное состояние высокое как по поводу чего-то позитивного, так и негативного. Но как раз на негатив мы реагируем легче, проще. Вызывает эмоции у нас это гораздо проще, чем хорошая новость. То есть, ааа, это да. А хорошая, ну. При этом люди сами охотно ищут в интернете те новости, которые как раз и вызывают это высокое эмоциональное состояние. Специалисты считают, что телевидение теряет популярность не из-за негатива, а больше из-за потребности человека в интерактиве. На данном этапе, на мой взгляд, телевидение тоже переживает такую определенную реформу, если можно так сказать. То есть на некий новый уровень оно выходит в погоне за интернетом. Но в чем принципиальное отличие от телевидения и интернета? В том, что интернет более интерактивен. Также Артем считает, что у телевидения сохраняется своя целевая аудитория. Наша съемочная группа решила выяснить, смотрят ли телевизор жители Барнаула и что им интересно. А я все смотрю. И развлекательные, и вести, и буквально все. Мне все нравится. В основном спорт. И новости иногда. Все. Я бы хотел посмотреть, что это про завод, про цех. Вот когда говорят из белорусской программы, что мы слушаем вашу передачу, там, консервиск, правда, всем цехам. Но у меня это слово «цех» такое отдаленное. Я вообще про производство ничего не слышу. Я просто люблю фильмы смотреть. Их показывают очень мало. Поэтому в основном какие-то аналитические программы, сериалы. Ну, мне они неинтересны. Конечно, совсем избавиться от нежелательной информации у телевидения не получится. Но обилие телеканалов позволяет выбирать то, что интересно зрителю. А значит, будущее у телевизора есть. Даже при наличии интернета. София Яценко, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok